Телепорт. Очень полезная штука в террарии, с помощью которой можно сделать целый хаб или ветро, которое будет вести к каждой точке на карте. Напомню, я собираюсь делать именно это, только не к каждой точке на карте, а к самым важным местам. Но, что для этого нужно? Во-первых, механик, который приходит только после убийства скелетрона. Во-вторых, приблуды, которые у него покупаются, и очень много платины, потому что провода, как вы знаете, дело не дешевое. Но, я только заспавнился, и у меня ничего нет, так что сначала мне нужно найти снаряжение. Да, все, я крутой. Стартуй запись. У кого тут гермес? Я слышал звук гермес. У меня. Ты кто? Ну ты лап. Ага. Я поражаюсь. Ой, ой, я не знал, что они на меня перерадят. Смотри, подойди ко мне, подойди ко мне, подойди ко мне. Ой, ой, ой. Стоп, куда ты? Сосед вальон. Перерирован немножечко. Была сделана огромная фермодеревия. В общем, шло начальное развитие, мы все знакомились, и я забыл сказать, что это сервер ютуберов по террарии Терра-Сити. Ого. Начал. Сосед вальон. Сосед вальон. Да, ты, 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 ты. Спокойный, спокойный. О, у меня же... Сначала, как это обычно бывает у призывателей, пошел в пещеры обычного биома за двойным прыжком и гермесами. После этого сразу же отправился в снежный биом, так как мне нужен постах Флинкса и шуба Флинкса. И, наконец, в джунгли, в которых мне нужны звериные когти, шипохват, а также браслет ветра. И, собрав себе вот такую неслабую экипировочку, отправился лутать небесные острова, так как магам с их небесными магнитами нужна была помощь. Встретил гнома, пока бежал в джунгли. Покидал шиммер вещи, чтобы получить перманентные бафы. Пошел спать, а на утро следующего дня ребята мне показали свою базу, формилки, а также железную дорогу до левого конца мира. Сломал сферу, и пока я отходил, они отбили гоблинов, и я сразу же пошел перековываться. Примерно у двух человек было по 400 хп, поэтому к нам уже пришел глаз, и мы сразу же его убили. Попросил пасту купить мне реактивные сапоги для терра-ботинок, взял нужные аксессуары из копилки, и скрафтил пока что искрометные морозные ботинки, так как обсидиановых роз еще нет, а в ад еще никто не ходил. Легчайше убиваем короля слизней, и я наконец-таки иду рыбачить, чтобы выловить двойной песчаный прыжок, так как пирамиды уже залутали, а связку шариков я очень даже хочу. Сначала мне сильно повезло на Долото, и почти сразу после этого выбиваю магическую ракушку. Но после этого я три часа рыбачил ради двойного песчаного прыжка. Это было долго. Это было очень долго! Ох, ё-моё! Пошли все вместе готовить арену на циклоп оленя. Легчайше его победили, но он чувствуется самым сложным боссом до хардмода. О! 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 Есть! Пошли с пастом в ад, вот на него подсказочка, и нафармили все необходимое. Ну, то есть обсидиановую розу, амулет лавы, камень магмы и все такое. Подготовил все необходимые аксессуары для терра-ботинок, и, наконец-то, скрафтил терра-ботинки. Кстати, я еще связку шариков сделал. Позвали на гольф-авен, где я взял второе место. Все-таки не зря я тогда старался 2К очков у гольфиста набить. Начал копать место под хаб телепортов прямо под океаном. Раскопал прямоугольник и закрыл все дыры вокруг него. К этому моменту остальные уже успели застроить арену на пожирателя. И я вам так скажу, мне его было жалко. И так как убийство скелетрона не за горами, мне нужно было срочно достроить базу, чем я и занялся. Но уже с литой киркой. Кстати, раскрываю секрет. Это не база, а моб-ферма, над которой уже будет моя база. Вы можете заметить на карте, что все вокруг закрыто для максимального спаунрейта. А вот и скелетрон, который по ощущениям мучился даже больше, чем пожиратель. Купил все необходимое у механика и сразу начал строить прототип хаба телепортов. Вот такой результат получился, но это еще не финальный вариант. А теперь самый скучный этап, поскольку мне надо пробегать большой мир туда-обратно и везде размещать провода. А еще бонусом мне нужно где-то 30 тысяч проводов, на которые еще нужны деньги. Но зато делалось это все в очень приятной компании. Хаб телепортов почти готов. Осталось только добавить телепортов, а так люди уже здесь проходят. Зашел под утро и никого не было. Я решил построить домик в пустыне и правильно расселить всех нипов, чем я и занялся. Взял все необходимые аксессуары и сначала скрафтил набор архитектора, а после него и руку творящего. Подготовил снарягу на мага, так как за призывателя я в хардмоде бегать не собираюсь. Если что, мне просто поднадоело. А так я сейчас формлю рыбу в большом количестве, чтобы сделать кучу зелек. Цветы пособирал и вот оно, я наконец-то закончил подготовку к хардмоду. И еще, вам наверное интересно, зачем я сделал ферму мобов и даже я не воспользовался. Ну как вам сказать, чуть позже все поймете. А пока мы отбиваем армию древних, чтобы получить последний до хардмоды трофей, который мы еще не получали. Дело сделано, а еще да, я стал магом. Пошел к гоблину и наконец-то перековал все аксессуары на плюс 4 к урону. Подготовил все возможные бафы. Ребята по-быстрому успели приготовить арену. Подождали, пока собралось максимальное количество людей. И вот тот самый момент. Все. Давайте, я буду. Давайте. Все. 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 Ааа. Это было легко. Пошли там, пожалуйста. Из мешочка мне выпала петарда и эмблема на мага, что кстати круто. Обменял ненужную мне петарду на 2 оружка на мага. И убили стенку второй раз, чтобы все получили по дополнительной эмблеме, а также по нужному им дропу. А мне еще и маунт выпал. Кстати, мы хотели и третий раз ее убить, но произошли маленькие проблемки. Че он с бешеной, а стена? И начался самый обычный хардмод. А паста, как он призыватель, фармил пауков, заодно мне отравляющий посох выформил. Сделал линию из освещенных блоков над океаном, чтобы фармить святой биом, так как у нас он на поверхности не заспавнился. И за полчаса АФК я очень много нафармил. Пораздавал всем пыли феи, чтобы они сделали себе крылья, а также сделал их себе. А еще да, сделал натериты в эпосах. Обновил свою ферму мобов и сделал ее чисто святой, чтобы выформить жезл раздора. А потом, когда я подошел проверить пока ночью, он уже был у меня в инвентаре. И первый жезл раздора на сервере получил я. А после меня все уже фармились на моей ферме и тоже получили все жезл раздора. Для фарма кристаллов провел телепорт прямо от моей базы к святому биому на другой половине мира. Подготовил все возможные оружки на мага, чтобы пойти на механиков. И полностью перековал аксессуары. Обновил печку с наковальни и скрафтил титанку. Но вот дела, я не смог прийти, чтобы убить механиков со всеми, и поэтому пропустил их. И Киря, вот его ютуб, любезно помог мне заново убить механиков и дал святые слитки. Скрафтил посох яда. А еще да, насчет фруктов жизни, они же после механиков появляются. Так вот, я просто пришел на гигантскую ферму Кири и наформил себе этих фруктов жизни за 5 секунд. Отбили пиратов, объединил эмбляму мстителя с небесным магнитом, выбил денежную пушку, которая падает с очень маленьким шансом, а также черную метку, которая оказалась фигней. Приготовились на плантеру и с легкостью ее победили. А вот и начался фарм данжа после нашествий. И вот 42 часа записи позади. Я уже выформил почти эндгейм экипировку. Лучшее оружие на моем этапе. Познакомился с кучей людей, с которыми нашел очень много общего, и мы все-таки с ними 41 час вместе провели. Так что, можно сказать, мы уже братья. И нам осталось убить всего лишь императрицу, Реброна, Бетси и Лунара. Но, судя по моему ДПСу на армии древних, это будет очень просто. Реброн был повержен, и мне выпал бритвенный тайфун. А когда все ушли, мы максимально пытались украсить спавн. Я захотел навалить кучу медных монет на спавне, и их автоби с Тимофеем были не против. Поэтому мы этим и занялись. Кстати, до этого я фармил кучу боссов, сохранял их в мешки. А так как у меня их целая куча, я все святые слитки положил на спавн. Их, кстати, тут 470. Пошли на голема, и я даже не думал, что он будет так сильно отлетать. Вы сами все видели, комментировать не буду. А когда мы после голема пошли на культиста, он был даже очень неслабым. Он очень сильно бил своими молниями, которые почти ваншотали. Он неубиваемый, да? Это драконский. Он убиваемый. После него пошли защищать башни, и я скрафтил пламя туманности, которое было очень приятным оружием. Вообще не с легкостью победили Бетси. И, наконец-то, добили все башни. И к нам пришел Мунлорд. Бой с которым был очень сложным из-за лагов на сервере. Да ладно, шучу, не заснял, а не заснял. Давайте вместе, вместе-вместе встаем все. Со скринингси, когда эти пройдут. Кристалл, дайте. Надеюсь, теперь вы понимаете, почему роликов не было почти месяц, тем более, что я совмещал это с учебой. А так я познакомился с кучей крутых людей, мы играли в гартик, вместе проходили. Просто круто проводили время и знакомились. И еще почти 60 часов записи превратить в 7 или 8 минут, я считаю, сильно. Так что можете лайк поставить, подписаться на канал. И спасибо, что досмотрел. Пока.